Две войны за одну жизнь. Сусанна Тавадян в середине 90-х бежала из Нагорного Карабаха в Донецк. А спустя два десятилетия вновь оказалась в эпицентре боевых действий. Она вдова с двумя детьми ютится в общежитии. Семьи не хватает денег даже на питание. Историю продолжит наш корреспондент. Сусанна с двумя дочерьми спускается в самое безопасное место в общежитии. Когда-то здесь была душевая, сейчас бомбоубежище. Там дальше, конечно, темно. Несколько раз они пережидали здесь обстрелы. С содроганием вспоминают зиму прошлого года. Район Донецка, где живут, попал под мощный обстрел. Десятки погибших и раненых. Сильно стреляли, а мы сидели дома, прятались. Моя мама меня накрыла. В жизни Сусанны это вторая война. 20 лет назад ее семья бежала из Нагорного Карабаха. Карабаха самолеты. И помню, как радио все время предупреждала воздушная тревога. И мы все, мы бежали как бы в подвал. Товардяны ютятся в 12 квадратных метрах. Младшей дочери всего годик, старшей – 11. Своего отца Диана знает только по фотографии. Вот папа, а вот дядя. Мужчина умер, когда она только появилась на свет. Недавно женщина похоронила и второго мужа. С тех пор живут в режиме строжайшей экономии. Большая часть денег уходит на лекарства для старшей дочери. У нее проблемы с желудком и позвоночником. Мы делаем пока в шее уколы. Из-за больных позвонков у ребенка ухудшается зрение. Каждый месяц необходимы лекарства. Купить препараты не на что. Экономят даже на еде. Второй год их поддерживает продуктами штаб Рината Ахметова. Мука, нужно печь пирожки и масло. Вот это вот, вот это все самое главное. Когда в гуманитарном штабе узнали о болезни Дианы, сразу же закупили лекарства для ребенка. За два года работы направления «Адресная помощь» медицинскую поддержку уже получили 2386 детей. Из летнего лагеря Диана вернулась три недели назад. Мама сразу заметила, дочери стало лучше. На отдых девочка попала по программе штаба «Мирное лето детям Донбасса». В этом году сотни ребят с неподконтрольной территории получили оздоровительные путевки от Рината Ахметова. Я хочу, чтобы таких людей, как он, побольше было. Ему огромное спасибо за все, за то, что он не оставляет людей в беде. Пятый класс девочка закончила на отлично. Уверена, что и в этом году маму не подведет. Виктория Чистюхина, Данила Киреев, Владимир Конопля, Телеканал Донбасс.